Хай-ухай, с вами Ивангай, и у нас сегодня у гостя... Специальный гость Саша Спилберг! Привет! Я немного спускаю, воздух подпускаю... Какого чёрта? Это какой-то кошмар. Кто-то управляет моим компьютером за меня. У меня взломали Twitter и Instagram. Я не могу на YouTube-канал зайти. С чего ты взяла, что это мы взломали? Потому что мне пришло письмо с вашим нефильным видео. Кушать больше? Пап, ты селёшься? Будь 15 тысяч первый, кто хочет мне врезать. В очередь! Да я просто спокойная! А мы будем мультик! Вы скажите! Я теперь мультик какой-то! Папа! Девочки, девочки, успокойтесь. Вы жилы, пока работают ваши компьютеры. Как только сеанс будет закончен, вы исчезнете. Забавно. Я думал, вы никогда сюда не доберётесь. Ладно, давайте спокойно, без паники. На помощь! Ну должен же быть какой-то выход. Я вас люблю. До скорой встречи. Это что это за махер такое? Доброго времени суток! С вами Данила Рыжкин. И как вы понимаете, апокалипсис близко. Ну а мы начинаем. Наконец-то! Фонд Кино снял нормальный фильм. Да, пригласил туда наших родных видеоблогеров. Иван Гая, Марьяну Рожкову, Сашу Спилберг, Ян Го, Пушман там какую-то, Каспарян там какую-то, или как её правильно. Я не знаю, я не выучил, но я так рад, что теперь на экранах наших кинотеатров будет этот фильм взломать блогера. Да, наконец-то деньги влиты не впустую. И наконец-то дети, маленькие детишечки, пойдут в кино, забирая деньги у своих родителей. И если те им не дадут, то будут убивать их самыми извращенными способами. Они вырастились на ютубе, на интернете, а здесь лишь насилие и мрак. Наконец-то, наконец-то, наконец-то из меня сочится этот сарказм, как я долго ждал этого божества. Ребята, ребята. Ребята, дождались. Поставим лайк друг другу. Поставим лайк. Ай, чёрт, поставим, поставим. Ну а если быть серьёзным, если быть серьёзным и не прыгать как бабуин, то вот вы внимательно смотрели этот трейлер. Понятно, что если вам 9, 12, 5, может быть даже 18 лет, то, возможно, вам захочется на это пойти. Тем более, захочется пойти, если вы смотрите этих недоблогеров. Я ничего против не имею именно Ивангая, как видеоблогера. Да, он ковыряется, да, он себя придурковато ведёт на камеру, но всё-таки подходит парнишка к своим выпускам серьёзно. Что не могу сказать об остальных, которые заявлены как главный герой, играющий сам себя, потому что на них смотреть невозможно. И всё, в принципе. Ну на этом всё, на них смотреть невозможно. Всё остальное, что можно о них сказать, это мат-мат-мат, умноженное на мат в степени мат. А не хотелось бы, ведь они всё-таки дети, ещё их оскорбляют, а плюс они ещё популярнее меня, и мне будут писать в комментариях, что вот решил на хайповый телепе подняться, ха-ха-ха, я так ненавижу, когда такие люди и так делают, хотя сейчас сам пишу комментарии, чтобы вы меня заметили, ха-ха-ха-ха-ха. Так, я вообще о чём? А, да, блогеры в кино. Ну, нет, вообще, в принципе, это хорошо для блогосферы тем, что нас теперь не только зовут на передаче, да, нас, я тоже видеоблогер, знаете ли, и плевать, что у меня 200 с небольшим подписчиков. Не тысяч, просто 200 с небольшим. Да, как сантиметр в моём хере. ХА! Господи, чё я не шуту, ты чё за дичь? А кино? Как вы понимаете, кино ещё не вышло, и слава богу, будем надеяться, что не выйдет. Вот. Возвращаюсь, да, хорошо, что блогеров снимают, но плохо, как их снимают, потому что понятно даже по трейлеру, что это выйдет херня. Понятно, что этих блогеров вообще нельзя было брать кино, потому что, ну, они именно только кривляются. Не, понятно, что у них миллионная аудитория детей, которым нравится, как кривляются люди, но кино-то должно показывать что-то возвышенное, что-то прекрасное. Возможно, даже там не должно быть идеи, да? Вот, предположим, мы берём фильм, в котором нет идеи, но вообще никакой идеи нет. Но при этом в фильме, даже если нет идеи, должна быть красивая картинка. Возможно, обеспечат, если не считать лагающий скайп и просто запись какого-то твича, что уже убого смотрится, как будто я просто включил свой компьютер. Ну, ладно, хорошо, картинка, диалоги должны быть в кино, операторская работа, ну, как минимум, да? Ну, музыкальное сопровождение, свет, бла-бла-бла. Так здесь вообще нету даже, нету. Нет ни граффтеров, там это просто ребята молодые, которые кривляются на камеру, потому что они больше ничего не умеют. Ну, ничего они не умеют. Не умеют они даже как Джим Керри кривляться. Ну, не могут они. Операторская работа, да, зашибись. Записываем друг друга по скайпу, потом, причем, реально по скайпу, потом это все обрабатываем, как будто это твич, выкладываем, это гений оператор просто, просто Тарантино его в следующий свой фильм возьмет. Свет, опять же, все как будто в домашних условиях, и так далее, и так далее, и так далее. То есть это ком не суразится, ком просто шлака какого-то. И вот жалко, что ребята, которые там снялись, хоть я почти всех их ненавижу, этих блогеров, мелких ублюдков, вот, с засвеченными лицами, ребятам, конечно, хорошо, повезло, да, но, ну нахер, ну нахер. А вы, вот, у меня так же послание для вас, фонд кино, там, вот эти вот режиссеры, которые хотят вылезти на своеобразном хайпе, да, ведь YouTube это хайп для, как раз того же самого кинематографа. Выберите тогда уж людей, которые, ну, которые сыграют. Ну, вот, вот которые сыграют. Тот же самый Евгений Баженов, то бишь, АК Бэт Комедиан, Михаил Кшиштовский, АК Михаил Кшиштовский. Кто у нас там еще может сыграть? Я не знаю, пересмотрите YouTube, и вы все-таки сможете найти серьезных людей. Вот, один из них перед вами сейчас стоит. Да, вот, сейчас я отыгрываю спокойного человека, хотя на самом деле я в состоянии атомной бомбы, которая взорвалась одну миллионную секунду назад. Ну, вот, то есть, в самом таком накале страстей нахожусь. Вот, да! Вы знаете, как со мной связаться? Вот, в общем, обидно. Ну, и... В принципе, все, здесь вывода-то никакого не будет. Просто глупость какая-то, просто какая-то глупость. Может быть, просто я хайплю сейчас на импоповоде. Плевать, просто хотелось бы высказать вот это вот мнение. Вот. На этом все. С вами был Данил Ирышкин, и смотрите нормальное кино, и будьте нормальными, будьте рациональными. Всем спасибо, всем дизлайк. Я Иисус.